вчера ходил за ягодой чернекой ну и собирал грибов пакетик уже полный грибов перебрал в основном белые и подосиновики брал такие жесткие плотные такой беленький он уже есть обняк я выкинул уже ничего не когда было сниматься очень долго шли мы синякой и ножки и хочу показать как сделать икру грибную икра не на зиму а икра небольшой количество гибов поэтому икра будет так там скорее всего лучше одна баночка не решился закрывать и как просто будет на текущий момент такие грибы ну что сначала их надо перебрать я перебираю сразу в кастрюлю они довольно плотные единственное плохо что довольно мало ножек поэтому икра будет мягкой действительно я отбрал основа не шатки и ножки очень часто подойдет червивые приступаем сначала я почищу опорю минут 40 и дальше уже буду показывать получилась такая кастрюлька я буду варить их не не обваривать и наварить минут 40 но в принципе вот мы обычно делаем такую круг но из замороженных грибов и заваренный грибов нас морозилки обычно лежат ножки и пятки отдельно не ему этих парень а это именно из только что собраны грибов так вот грибы сварились я их вверю в душлаг чтобы вода стекала сейчас я пропущу их через мясорубку немножко остыну пропущу через мясорубку стекла буду жарить еще я обжарю сейчас два лука и морковь придает им вкус более насыщенный такой помидоры класть не буду в этот рецепт другой раз покажу уже с лук уже с помидором но так и не выглядит довольно красиво грибы очень плотный низких парень и придет перебираю ягоду чернику и буду варить из нее варенье тоже покажу он там хлебопечка стоит буду варить чернику хлебопечка где ножка перебрал занимаюсь парень несколькими делами это не успеваю сразу все обработать вот пойдут у меня вокруг эти две луковицы и морковь луковицы я порезу порежу буду обжаривать пассирует как называется а морковь я через мясорубку прокручу тоже добавлю и буду прокручивать мясорубку грибы обжаривается лук параллельно я прокручиваю мясорубку морковь добавлю туда чтобы она вместе с луком жарилась и буду перекручивать мясорубки на мелкой ситечке буду прокручивать поехали так она не пойдет не придет или помогать но тут я на третьем грибой же будет на мелком марина красиво я все делаю на глаз морковь на глаз у грибов вот там душлаг грибов 2 луковицы морковь одна где-то будет 3 зубчика чеснока но это все буду как добавлять в конце лица специи не что ли соль тоже на уже практически она прокрутилась все это мы тут без маленькой оси . вот он стреляет в один образом вот такая вот жижа которую можно было нужно на любитель мне нравится она более такая жидкая можно было и на средний и на крупный на крупных сетях киевре прокручивать без разницы все сейчас я управляю скоро из пакета грибов получилась такая мисточка я показывал я сюда и перемешиваем целите пока не буду но солить надо обязательно даже тебе соль есть это без соли грибы они очень невкусные некоторые жарят все это отдельно но я не вижу смысла и все равно потом перемешивать можно добавить еще масло видите у меня получилось не на одну банку здесь продукта ну что грибы были очень плотные не кстати даже без ножек без ножек игра довольно таки будет плотный как не размазняем обычно ножки добавляя для плоскости икры все я заключу побольше на троечку поставил пускай жарится я буду чернику прибирать сначала помою всю всю посуду потому что мне не мясорубка и миски уже больше не пригодятся и смогу спокойно перебирать чернику добавлю еще масло чтобы не пригорело масло вообще для консервации если хотите это все использовать для заготовки на зиму то можно побольше масло потом высыпать это все в банку и масло которое осталось им залить верхушку и тогда зимой ничего не будет конечно несколько дней где-то не подлежит но я до весны думаю точно стоит подлежит сохранится уже такой перебрал и так вот помешивая желательно конечно на маленьком огне ну сейчас я переключу в этом году у нас очень много грибов просто море не знаю даже когда ягоду собирать еще надо за брусникой сходить за черникой еще и грибов просто на каждом углу и кто-то еще покупает кто-то продает раз заходишь здесь и тут же грибы даже далеко ходить не надо конечно так сейчас еще каплю масло немножко в гряновой икре масла много не бывает это ягода консервант так и грибы на икре будут более достичны так переключаем на маленький огонь выпускаем тут жарится настало время посолить всю эту красоту так ну солью я тоже на глаз туда а вот соль так вот солим поверху так перемешиваем сейчас перемешаю и посолю еще так как грибы они когда пресные не соленые и просто невкусные я уже сколько раз убеждался чтоб не готовил даже лучше чуть-чуть они когда пересоленые чуть-чуть так и еще немножко некоторые вот в кучу добавляются тоже не вижу смысла лучше по площади прогнать так пускай она просаливается я буду сейчас делать приправу чеснок у меня 5 чеснока я на терочке чесночный потру душистый лук ой душистый перец ну еще посмотрю что там у меня есть что сюда можно добавить так я особо не готовился к готовке грибной икры что-то мне так эти грибы я планировал отдать ну резко мне было пришло сделаю себе грибную икру кстати эта сковорода покупала наверное год назад если не больше на авито на алиэкспрессе до сих пор хорошо работает кто-то спрашивал просто у меня есть ролик про эту сковороду работает ли она еще не пригорает вот до сих пор не пригорает масло я ну просто когда готовлю масло мало кладу как правильно сказать неважно так все сейчас я буду делать сюда приправу так чеснок я натер сейчас буду с перца добавлять у меня терочка такая есть сейчас покажу которая натерала мне кажется я не снял сам процесс вот она сюда закладываю чеснок добавлю лавшистого перца черного перца молотого сейчас добавлю я это все процесс тот же все заправляю сюда и перемешиваю должно получиться очень неплохо в принципе как и обычно пожалуйста и немножко еще протушим точнее я уже приключу но дойдет самое главное это угадать соль да чтоб не переборщить соль лучше не переборщить чем пересолить говорите не досол на столе пересол в голове вот условица такая была тут можно еще паприку добавить добавить лавровую лаврушку но я это мне кажется и так хорошо будет все чуть позже я включусь попробую аромат стоит в квартире очень такой цепляющий все я снял пробу единственное вкус аромат очень такой насыщенный единственное хватает соли ну соль это уже на любителях теперь по вкусу соль можно добавить всегда теперь можно кстати очень вкусно теперь можно постерилизовать банки и закручивать ну я скорее всего я не знаю будут делать нет я сам показываю сам процесс давления икры потому что почему-то не все даже знают что может делать из грибов икру что меня очень удивило таким столкнулся вот это один из вариантов их очень много с добавлением помидоров с добавлением баклажан там чего только не придумают вот это самый классический хотя у меня супруга она готовит когда готовит она с помидорами она им рукав не ложит наоборот там взорвалась улица она с помидорами ее готовит единственное можно было добавить больше чеснока больше соли ну очень вкусно ну обращаюсь все пробуйте примитируйте все на любителя главное показать сам процесс удачи смотрите другие ролики на их тему это плейлист называется заготовки на зиму я правда его еще не совсем оформил просто рецепты думаю у меня в основном все рецепты связаны так или иначе с заготовками там только один вроде рецепт салата который так как сам по себе как очень простой салат кстати недавно делал детям они ели с восхищением ну больше не употреблялось там сухарики так как нынешне современные дети они сухарики любят такие то они в основном любят сухарики вот все продукт готов следующее видео так пойду снимать уже следующее видео где вы варенье все всем удачи у меня батарейка садится что все то это что Продолжение следует...